Прошлой серии про поход питомцев в таинственный лес. Фу, наконец-то. Мы на месте. Кто-то должен собирать дрова. А кто-то убирает мусор, так что на тебе пакет. Кажется, пакет меня схватил. Я тоже что-то слышала. Неужели кто-то следит за нами? А этими дровами для костра мы не защитимся. А что мы будем делать, если нас тут украдут? Так, ладно, хватит нагнетать. Мало ли кто тут в лесу гуляет. Давайте лучше займемся костром. Вот именно. А пока мы дрова собираем, видео появляется в комментарии, ребят. А еще они успеют нам лайков наставить за наш крутой костер. Интересно, они уже посмотрели новое видео, которое вышло на Маджи Фэмили на нашем канале с хозяйкой Ани. Так, костер уже неплохой получается. Юми, давай помогу. Эй, это моя дровина, это я ее нашла. Отстань, Софи. Давай я тебе помогу. Отстань, Юмичу. Она же длинная. Ничего, донесу без тебя. Так, ребята, не забудьте посмотреть новый ролик на другом нашем канале и подписаться на все наши новые соцсети. А может тут в лесу уходит тот, кому принадлежит этот самый домик на дереве, который мы нашли? В нашем телеграм-канале мы с вами обсуждаем эту тайну. И, кстати, придумываем, что сделать с этим домиком. Погнали костер разжигать. Ваши дрова-то сырые. Вы уверены, что это вообще будет гореть? Куда денется? Погодите, прежде чем разжигать костер, нам надо наш лагерь организовать. Для начала достанем подстилку. Вот так, рядом с бревном. Так, а это что такое? Я чуть не помню, чтобы мы это брали. А, это... Это я купила удочку в магазине, когда мясо покупала. Я подумала, можно порыбачить в походе. Порыбачить? Это что, вот эту пластмассовую рыбу, что ли, половить? Она же несъедобная. Да нет же, удочкой вот этой половить рыбу в реке. Ну, я лично буду есть курицу, которую ты купила. Курини со свиндос. Ну, может, тогда на море поедем порыбачим. Так, а это вообще, что тут такое? Эй, не трогай Юмичу, это мой спальник. Что еще за спальник? Это спальный мешок. Залазишь в него и только голова торчит. А у меня нет спальника. В нем тепло спать и комары не покусают. А почему у нас нет спальников? Ну уж извините, это не мои проблемы. Почему вы с собой спальники не взяли? Так нечестно, ты не говорила. Ух, ничего себе, покакать-то в нем точно нельзя. Отстань Юмичу, киса Алиса говорила, возьмите что-нибудь в чем спать. Ну и ладно, давайте уже готовить жрачку. Вот вам шампуры. Юмили, не обязательно кидать. Как всегда, бардак устраиваешь? Хватит бузить. Так, что мы тут еще из посуды взяли? Чапки. Скажи спасибо, что они металлические. Белая, чур моя. А почему твоя самая красивая? Потому что я тут самая красивая. Тоже мне звезда нашлась. Почему тебе всегда все самое лучшее? У вас тоже очень красивые металлические чашечки. Смотрите, какие симпатичные. Кто еще тут бардак устраивает? Ладно, чего пить-то из них будем? По-моему, мы брали с собой водичку. Можно заварить траву. Лучше гор могут быть только горы. Это неправда. Лучше гор могут быть только собаки. Какую еще траву мы заваривать будем? В окреполшебную лесную травку-муравку. Так, осторожней, расходись. Термос летит. Юмичусь, ну серьезно, ну хватит все бросать. Я что, зря тут порядок наводила? Чужой труд надо уважать. Да, ну вот и уважайте мой труд. Сами тогда доставайте. Ай, ну вот же ты вредина, покемон. Ладно, куда эту вам тряпку? Это не тряпка, а непромокаемая подстилка для похода. Давай вот сюда ее напрямую. Ага, ага, вот сюда. На. Вот видите, мы можем быть командой. Так, тут у нас дополнительный теплый плед. Для того, кто вдруг замерзнет. Что-то из посуды, кажется, не хватает. Ага, точно. Что же мы забыли? Горелдосы. Ловите. Юми, ну зачем кидать? Я же сказала, ловите. Ох, так и инфаркт словить недолго. Слышите? Постоянно кто-то ходит. А давайте-то на всякий случай, чтобы нам друг друга не потерять. И если что, и если вдруг стемнеет, наденем наши светящиеся ошейники. Да, уж это скоро уже ночь, а шорохи и шаги эти напрягают. Все-таки у этого домика есть владелец. Так-то лучше. Мой любимый цвет розовый, поэтому у меня ошейник розовый. Мишкин любимый цвет салатовый, поэтому у нее салатовый. А мой любимый цвет вообще-то желтый, а ошейник у меня почему-то оранжевый. Слышали? Опять кто-то ходит. Да, криповенько. Ну ладно, не будем паниковать, пока же все нормально. В том-то и дело, что пока. Если стемнеет, у нас фонарик есть. Обязательная вещь, походя. И еще кое-что. Миш, ты взяла? Взяла, вот он наш меч самурая. Отлично, фонарик есть, все есть, мы в безопасности. Продолжаем. Так, металлические походные ложечки нашей семьи. А это твоя салатовая вилка, Миша. Помнишь ее, твоя любимая? А почему у вас ложки, а у меня вилка? Не знаю, как-то так получилось. Мне вообще кажется, они мне понадобятся. Мы же собаки, мы же зубами есть будем. Тогда мы же зубами с врагом можем справиться. Мне кажется, эти шорохи как-то связаны с домиком. Слышите? Да, какие-то по всему лесу странные звуки. Ну ладно вам, девчонки, ну хватит уже нагнетать. Давайте лучше продолжим наш классный поход. Ну, а то так с ума сойти можно от страха. Да, погнали уже кушать, это жрать охота. Да, давайте лучше готовить. Так, посмотрим, что тут Мишка нам в магазине купила. У нас тут есть овощи, огурчики, помидорчики, картошечка, курица на шашлык. Я чур делаю шашлык. А Миша пусть вон салат нарезает. Ладно, ну вот я не понимаю, почему Юми опять командует? Почему я лично главный? Не получается у меня этим ножом ничего нарезать? Миш, не ворчи. Так, картошка в костер. Что-то мне подсказывает, что ваша картошка не приготовится. Так, не наговаривай на павров. Юми, отходи, я надеваю мясо. Ты мне глаз не проткни. Ты сама себе его не проткни. У меня салаты готовы. Так, отлично, теперь нам нужно достать наши спички. Походные, специальные. Юми, что, помогай, я буду открывать, а ты спичку доставай, хорошо? Мы и моя же команда. Да, да, моя же команда, держи давай крепче. Отлично, идем в костру. Юми, что, давай, чиркай. Готово. О, сейчас костер наш загорится. Почему-то мне кажется, что все-таки дрова у вас сырые были, и ничего не загорится. Есть охота, что можно я огурчик погрызу, а? Да нормально, загорится. Так, вроде разгорелось немного, давайте мясо на костер вставить. По-моему, надо сжечь дрова до углей, а над углями уже шашлык жарить. Да ладно, нормально, и так, я вон и все, все спички туда бросила, как раз сейчас костер наш побольше встанет. Юми, что, зачем ты туда все спички бросила? Ну, а что ничего не горит? Потому что трава у вас сырые. Может, ты имеешь в виду мокрые? Ну, а что, здесь вокруг сухих нет. Ну, ладно, может быть, что-нибудь все-таки получится. Так, давайте хотя бы попробуем перевернуть эту курятину, чтобы она из другой страны хоть немножко поджарилась. Так, уже кушать хочется, что я тоже, кажется, свой салат сейчас уже съем. Лично вы что-то жрете, не дожидаясь ужина. Не морчи, Юмичу, ладно, давайте уже, правда, поедим, а? Все равно уже наш костер потух, и ничего мы не дожарим. Вот именно, а нельзя было, Миш, три кусочка мяса купить, а? Теперь будем есть по очереди. Я думала, когда она будет готова, мы просто его разделим. И положим на тарелки, а вы, как варвары, не едите прямо с шампуров. В следующий раз соберу дрова нормальные, и целую курицу себе куплю, и запеку, и съем без вас, ясно? Да ладно, не ворчи, сейчас я сниму ее с шампура, сосклиму, и поделюсь с тобой. Ты пока лучше ребятам скажи, чтобы шли ролики смотрели на другом нашему канале Magic Family, подписывались на нас в Телеграме, и вообще, и ВКонтакте, и в Дзене, и везде. И на Ютубе, чтобы тоже подписывались, сейчас я тебе дам твой кусок. Да, увидимся скоро в новых роликах.